Фермерам Акмолинской области удалось снизить расходы поливной воды в шесть раз. И это благодаря совместному проекту регионального экологического центра Центральной Азии и Кока-Кола. Успешный результат заинтересовал глав соседних крестьянских хозяйств. Они также планируют внедрить новую технологию полива в следующем сезоне. Динара Абдирова узнавала в чем преимущество проекта. Евгений Лавров глава крестьянского хозяйства в Акмолинской области. На его участке растут картофель, помидоры, капуста и другие овощи. Фермер знает цену каждой капли воды и старается найти новые варианты для ее экономии. Поливали все орычным методом. Расход воды был большой. С приходом капельного орошения начали изучать. Результат налицо. Урожайность выросла на 30%, говорит фермер. За сезон на двух участках хозяйства площадью 5 гектаров потрачено чуть больше 3000 кубометров воды. При традиционном орошении этот показатель достиг бы почти 4000 кубометров на гектар. Основная идея проекта это создание условий для экономии водопотребления именно в сельском хозяйстве. Фермерам было предоставлено специальное оборудование. В итоге экономия воды произошла на 6 раз. Этот уникальный проект компания Кока-Кола и Чичек реализовалась региональным экологическим центром Центральной Азии. Сумма прямых инвестиций 140 тысяч долларов. В планах и дальше помогать фермерам внедрять водосберегающие технологии. Кока-Кола является одной из тех редких частных секторов, которые именно выделяют средства на такие социальные проекты. Мы надеемся, что в будущем таких партнеров будет больше. Отмечу, два года назад Кока-Кола и Чичек объявили о своих обязательствах. В ближайшие 6 лет компания сосредоточит свои силы на вопросах вторичного использования упаковки, водных ресурсов и изменения климата. Динара Абдирова, Мурати Хамбаев, 24КЗ.